С точки зрения капиталиста, собственника этого предприятия, предприятие существует не для того, чтобы как можно лучше производить продукцию, как считает инженер. Оно существует для того, чтобы приносить максимальную прибыль в случае, когда мы имеем дело с финансовым капиталом, особенно с финансово-спекулятивным капиталом. Ну вот, например, у Вивлена, основателя или одного из основателей американского институционализма, который тоже предстоит неопатической теории, у него отличается двойственность капиталистических фирм. Очень интересное обстоятельство. Двойственность он видел в том, что капиталистическое предприятие, с одной стороны, представляет собой завод, то есть производственный комплекс. И развитие производственного комплекса определяется инженерной лобикой. Инженер будет отходить в предприятии, в технейшем образом связываться с его жизнью. Инженер стремится к тому, чтобы капитал навечно был привязан к предприятию, чтобы он постоянно реинвестировался в долгосрочные инвестиционные проекты, и чтобы в идеале технический прогресс немедленно воплощался в деятельность предприятия, и предприятие бы все время обновлялось, действовало эффективно и существовало в действии. Но капиталистическое предприятие, с другой стороны, представляет собой финансовую фирму. В том смысле, что с точки зрения капиталиста, собственника этого предприятия, предприятие существует не для того, чтобы как можно лучше производить продукцию, как считает инженер. Оно существует для того, чтобы приносить максимальную прибыль в денежном выражении. А раз так, то интерес капиталиста, который выражает финансовую логику, состоит в том, чтобы как можно быстрее капитал обернулся с прибылью. Ведь одним из факторов величины прибыли является скорость обращения капитала. Если капитал вы инвестировали и получили с прибылью в два раза быстрее, то считайте, что ваша прибыль в два раза больше, чем в том случае, когда с той же величиной прибыли он обращается в два раза быстрее. Значит, капиталист хочет как можно быстрее получить свои денежки обратно. И тем самым финансовый интерес, финансовая логика, вернее, противостоит инженерной логике. И Вивлен говорит, что в предприятии все время наблюдается конфликт инженерной и финансовой логики. Капиталист вынужден пойти на компромисс с инженерами, тогда, когда у него выхода просто нет другого. Не может он увеличивать в нормальных условиях развития капитализма, индустриального, промышленного. Не может увеличивать свой капитал без помощи предприятия, без производства продукции, без поведения чего-то используются. Но если эти нормальные условия пошатнутся, если условия производства ухудшатся, то быстро, считал Вивлен, вот этот конфликт, который всегда поспутно зреет внутри политического предприятия, вырвется на поверхность. Вообще говоря, Вивлен основывал свою концепцию предприятия на учении об истинках. Он считал, что у человека инстинкт мастерства, он противостоит инстинкту хищничества. И вот он полагал, что инженерная логика воплощает инстинкт мастерства, а капиталистическая логика, вообще говоря, воплощает инстинкт хищничества. В реальной жизни есть некоторый компромисс между этими инстинками. Но есть случаи, когда инстинкт хищничества вырывается, так сказать, на простор. Это происходит в случае, когда мы имеем дело с финансовым капиталом, особенно с финансово-спекулятивным капиталом. Вот этот финансово-спекулятивный, ростовщический капитал, это есть хищничество в чистом виде, и оно есть чисто отрицательное мнение ведущих предприятий. Ну, наверное, никогда эта идея Ревлена не была так актуальна, как в современном капитализме, в котором финансово-спекулятивный капитал, в мировом капитализме современном доминил. Но я хочу обратить внимание на то, что этот взгляд Ревлена очень сочетается с концепцией двойственного характера труда Макса и с его взглядом на сам капитал как двойственное явление. Вот, с одной стороны, это товары, это натурально-вещественная форма, это завод, а с другой стороны, это социальные отношения. Это ж, что-то инженерная логика. Это и есть акцент на производительных силах, как сказал Макс. А финансово-элогика – это стоимостные процессы, в основе которых прибавшена стоимость как социальные отношения. Очень этот и конфликт финансовой логики, и инженерной логики – это какая-то другая форма выражения социального конфликта, о котором говорит Макс. Продолжение следует...